Жители дома номер 135-Б по улице Ташкентской не стали ждать городских субботников и уже привели в порядок свой двор. Как только установилась теплая погода, они раскидали снег и убрали весь мусор. Теперь осталось побелить деревья, покрасить бордюры и высадить цветы. Аделина Лемесева, председатель ТСЖ, говорит, что это задачи нетрудные, ведь жители на уборку выходят с удовольствием. У нас очень активные, дружные жители, спасибо им за это. Выходит весело у нас, и дети все приходят на субботник, и игры у нас бывают, и самовар даже ставим. Не отстают от образцовых домов и городские коммунальщики. Подготовку к генеральной уборке города обсудили на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Месячник по благоустройству пройдет в четыре этапа. Первый включает в себя выращение оставшегося снега, подбор мусора с дорог и тротуаров, а также контроль за состоянием ливневой канализации, откачку воды с улиц и завершение вывоза снега на полигоны. Эти работы активно ведутся муниципальными предприятиями, управляющими компаниями и ТСЖ по зонам ответственности. Руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин призвал коммунальщиков усилить и ускорить эту работу, чтобы она уже была выполнена к первому общегородскому субботнику, который планируется 28 марта. Весна ранее много вытащившегося мусора, поэтому по районам, по управляющим компаниям основную работу сейчас на подбор, все замечания в Твиттере, которые есть по районам, на контроль отработать. Сегодня к вечеру тогда доклад. К официальному старту общегородской уборки сейчас готовят специальный инвентарь. Районные власти заключают соглашение со специализированными предприятиями на вывоз мусора. Также предстоит подготовить к предстоящему ремонту малые архитектурные формы. Оборудование на детских и спортивных площадках, скамейки, декоративные элементы благоустройства. Андрей Грагуленко, Максим Гусев, Григорий Плешаков. События.